Долгожданная встреча в исправительной колонии номер 5, где наказание отбывают женщины, провели день открытых дверей. Это уже стало традицией. 8 июля в праздник семьи, любви и верности в колонию приглашают родственников осужденных. Не просто увидеться с родными, но и узнать, как им живется в колонии. В день открытых дверей гостям показали, как устроен быт осужденных, в каких условиях они трудятся. Например, здесь шьют обмундирование для силовых структур. Работают 5 дней в неделю, в субботу и воскресенье выходные. Я начала здесь только работать. Выучилась здесь, я тоже третий разряд получила. Хочу четвертый получить через год. Пойти у нас в Боксарах учиться на фабрику, рассвет. Если возьму, конечно, хорошо будет. Прошиваем продукцию для силовых структур. Также мы прошиваем продукцию по мере поступления. То есть для спецконтингента. Есть выступления рабочих костюмов. Любовь живет даже за колючей проволокой. В этом году в колонии уже сыграли две свадьбы. Татьяна и Роман были знакомы еще до того, как девушку осудили. Роман не стал ждать окончания срока. И 6 июля молодые люди заключили брак. Свадьбу как сыграли? Отлично. По традициям, с выкупом совсем. Меня спрятали. Муж меня искал, нашел. Ко дню семьи любви и верности здесь готовились основательно. Провели конкурс стен газеты цветочных композиций. Концерт осужденные поставили тоже сами. Когда готовится концертная программа, все костюмы, которые сегодня есть на сцене, все реквизиты, они готовятся с такой любовью. Вот этот праздник единственный в году такого масштаба, когда присутствуют родственники, дети, даже вот любимые у девчонок. Они скучают здесь по родственникам своим, естественно, и стараются действительно поскорее освободиться отсюда и поскорее соединиться с своими любимыми. После концерта женщины смогли пообщаться со своими близкими за чашкой чая. Такие встречи у них случаются не часто, от того ценятся особенно и еще долго потом вспоминаются. Надежда Давыдова, Алексей Яникин, Константин Козлов, Вести Чувашия.